Итак, мы начинаем разбираться с стереотипами. Не для того, чтобы что-то кого-то зачморить, и почему мы так думаем, и что почему-то поумнищить, нет-нет-нет-нет. Только для того, чтобы повернуть наш мозг в разных направлениях, и так и сяк посмотреть на ситуацию, разобраться вообще, что откуда и почему, и почему мы в это верим. Почему мы в это верим? Когда мы родились, мы ничего не знали, да? Нам сказали, вот это так, вот это так, вот это так, вот это так. Нам сказали, вот такие правила здесь. В одной стране другие правила, в другой стране другие правила, да? Но у нас стране такие правила, и мы живем по этим правилам. В нас их вживили эти правила, какие-то стереотипы, как мыслить, куда, шаблоны мышления. Все это в нас заложено. Это нам создает ограничения определенные, и мы иногда просто тупо автоматически по ним идем всю жизнь. Итак, первое наше разрушение стереотипов, это хотя бы просто посмотреть, что это такое, да? Это сердце. То самое сердечко, которое вы все знаете, как оно выглядит, да? Вот этот символ сердечка, красненький такой, прекрасненький. И вы все знаете, что он совершенно не похож на настоящее сердце. Ну, совершенно, ну, никаким боком он туда не похож. Потом мы начинаем, значит, читать, идем в интернет, естественно, там у нас все сведения. Мы идем туда и узнаем, что символ сердца, ну, это, конечно же, имеет сходство с листиком плюща. Вот полностью эта форма, да? Это одни, товарищи говорят. Другие товарищи говорят, что другая версия, это попка Афродиты. Ну, тоже есть вариант такой, ну, что делать. Идеальная форма ее бедер. Я бы сказала, что да, больше подходит вот именно под это дело. Я думаю, что тот, кто придумал символ сердца, был очень-очень хороший юморист. Вот прям вот посмеялся над нами, над всеми просто капитально. У него наден, и не только насчет сердца. Ладно, поехали дальше. Лебеди. Еще третья версия есть. Что вот лебеди, когда вот вместе, вот они вот эту форму образуют. Лебеди всегда вместе. Это вот они всегда вот вместе. Крайне редко они бывают по одному. Еще есть куча-куча всяких сердечек. Ну, мы так уже к этому всему привыкли, что просто, ну, если вам сейчас скажи, откажись от этого, потому что это бред, вы примете такие штыки, и вот так работают эти самые стереотипы. Мы сейчас просто отслеживаем состояние. Состояние, что вы чувствуете? Тогда ваш стереотип подвергся пристальному рассмотрению, осознанию и разрушению. Просто вдребезги. Просто у вас сразу такое состояние. А что думать тогда? А как тогда? А почему тогда? А что тогда? И такие, не понимайки, не знайки, ну, вообще, 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 ну, просто вот пустота, вакуум. Вот эта пустота и вакуум нам как раз и нужно вот это состояние, потому что тогда мы посмотрим внутрь. А не будем все время идти от ума и думать, 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 либо принимать на веру все то, что нам говорят вокруг. Все, вообще, все, 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 верить, потому что есть какие-то научные доказательства, какие-то подтверждения, и все. Вот теперь ради интереса просто посмотрите на это сердечко, на этот символ, да? Он вызывает у вас какие-то чувства, какие-то состояния. Вот что, что, что он вызывает? После того, как я вам все вот это вот рассказала, вы увидели другие картинки, что он вызывает? То же самое, либо что-то другое. Просто отслеживаем сейчас свои состояния. Не из ума, а из внутри. Внутри, что внутри, что состояние. Нам очень трудно всегда слышать состояние ум, всегда вмешиваться. Мы привыкли все из состояния ума делать, а не из состояния души внутри. Мы даже этот невидимый мир, мы его как бы так только чувствуем, 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 невидимый, невидимый, невидимый. Вот и все, что нам нужно сделать, вот и все, что нам нужно понять. Есть стереотипы, а есть истинное состояние. Истина. Что вы сейчас истинно чувствуете? А теперь просто подумайте, что такое на самом деле сердце. Всегда нам говорят, все воспринимайте через сердце, все принимайте через сердце. Да, мысли поступают в мозг, но принимает сердце. Сердце решает все. Там свой ум, разум, да, вот, он все решает на самом деле. И вы всегда чувствуете сердце. Алене, алене, то, не то, и все вообще, идти, не идти, делать, не делать. Истина, не истина, да? Это местилище вашего духа, сердца. И на самом ли деле, ваше сердце вы ощущаете так, как этот символ сердечка, когда вы его посылаете своим любимым, близким, когда делаете из пальцев это сердечко. Так интересно, да? Что-то поменялось или все осталось точно так же? Что-то поменялось.